И этот подход, пару слов скажи, позволяет дойти, допустим, до... По текущему бизнесу мы вышли там около 200 миллионов, сейчас в год у нас оборот. Дорогие друзья, лихая беда начала, и мы действительно в самой точке старта, в точке кипения НГТУ, где теперь будут проходить вот такие вот беседы на двоих, на троих, может быть, на четверых, практически бизнес такой курс, что ли, как нам всем вместе переобустроить себя, Россию и весь мир. С нами традиционные эксперты, главный человек – это мистер Пакман, Николай Пак, лидер Международной школы робототехники и программирования Лига роботов. Напротив меня замечательный гость – Новосибирск, Москва, основатель и генеральный директор компании «Басис Геномик Групп» Антон Аксенов. И говорить мы сегодня будем о самых разных вещах, но прежде всего, конечно, о сцепке между играми, проектированием реальности и выстраиванием этой реальности, в том числе в бизнес-формате. И вот для того, чтобы, ну, вот этот базисто оценить, я предлагаю Антону несколько слов сказать о своей компании. Знаю, что она даже и не одна. Ну, хотя бы об одной. Все верно, Антон, спасибо. На самом деле, это, да, одна из моих компаний, которая занимается генетическим исследованием для врачей. То есть мы строим прогнозы по рискам развития различных заболеваний для врачей. Не по этому, не по… Нет, 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 нет. Все строго научно. Да, абсолютно верно. И мы работаем с врачами, медицинскими центрами и страховыми компаниями. Да, действительно, у меня несколько бизнесов. Второй мой бизнес – это производство профессиональной косметики, БАДов, инъекционных медизделий. И третий бизнес – это онлайн образование для врачей. То есть так сложилось, что я вот как-то ушел в сектор биотеха и медицины, и в нем, собственно, благополучно развиваюсь уже лет 8. Я предлагаю сразу уж соседу ответить, к чему Лига Роботов за эти годы пришла. Так надо совместить, значит, образование с Лига Роботов для врачей, для всех. Да, ну, 12 лет занимаемся образованием всех и вся, как мы шутим. Обреждаем всех. Если кого-то не образовываем, то догоняем и образовываем. Вот, ребятишек от 5 до 40, вот, как мы опять же шутим. Ну, мы шутками занимаемся, короче. Но сейчас у нас 48 городов, где-то 25-30 тысяч учеников в 300 филиалах нашей родины и 4 странах. Ну, в основном СНГ, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Россия. В основном Россия, конечно. Хотя сейчас и Беларусь, и другие страны активизировались. Будем с ними, возможно, Китай сотрудничать. Но у меня сердцевина – это Россия. Я сам из Новосибирска, никуда отсюда не уезжать не собираюсь. Поэтому плотно тут присел. Да, так сказать, плотно тут. Дорогие друзья, я чувствую, что есть объединяющие факторы. Их даже несколько. Понятно, предпринимательская жилка. Понятно, научный такой аспект. Но самое интересное, самое интригующее – то, что вот просто срубает на повал, оно пока осталось за скобками этой презентации. Это киберстарт, киберспорт, который не просто приносил удовольствие, но даже, господи, в это трудно поверить, еще и деньги. Дорогие друзья, как вы оба попали в киберспорт? И каких уровней там достигли? За травку сделаю, что я вообще игроман с 5 лет. Многие родители сейчас будут в шоке. И на самом деле это одно из тех вещей. Вы видеть этого мальчика. Да, одно из тех вещей, что оказывается, может быть, вырасти человек. Но пусть не, так сказать, но хотя я нормальный по физическим данным. Это просто у меня кость широкая, так сказать. Вот. Тем более сейчас похудел еще. А так вот, многие родители в шоке будут, что я игроман с 5 лет, и в этом не вижу ничего плохого. Даже иногда хорошее, просто это надо правильно преподносить. И многие вещи даже плохо, что сейчас уходят. Например, такие социумы, как у нас была «Семерка», киберспорт, киберспортивная такая, киберарена, ну, как это, игровой клуб, да, и в котором разные возраста спаивались. Какая команда. Да, получается такой нетворкинг определенный. И разная философия даже там и так далее, и так далее рождалась. Команда молодости. Так вот, у нас многие наши достижения в Лиге роботов, на самом деле, во многом основаны в том, что я вот такой киберспортсмен. Действительно, у нас второе место в России по Counter-Strike. Сейчас многие тоже в шоке. Даже наши ученики и будут. И, так сказать, то, что я знаю чаяния детей, то, что я знаю, чем они интересуются, это во многом секрет черничного пирога, секрет нашего успеха тоже. Но вообще, изначально с Антоном мы все познакомились там давным-давно. Сейчас немножко... Это страшно вспомнить, лет 20 назад. Лет, да вообще дофига назад. И я уже тогда забросил там и игры, и киберспорт. Киберспорт там я, по-моему, забросил в году 2003-2006. То есть уже 15-20 лет практически этим, ну там, поигрываю, но это очень редко. Так вот, мы даже вот сейчас встретились, потому что у нас есть офигенная история. Эту историю я рассказываю постоянно у меня в семье и всем на работе. И примерно у всех реакция такая, такая, что и уходят. То есть вообще мне все не верили. До последнего момента, пока мы не перелетели с наших федеральных сборов с франчайзи, то есть у нас все франчайзи, там 50-60 человек, приехали на сборы в Москву, в Подмосковье, в Подольске, и мы там замечательно провели наши сборы, франшизы. То есть очень плотные вот такие три дня, такие командные объединения, там плюсы-минусы, короче, все вот эти вещи все обсуждали. И летим в самолете, я сижу там, что-то ковыряюсь, смотрю, Антон идет, и он меня тоже узнает. Я такой, как, понятно. И я говорю, так, расскажи, расскажи, что это правда была. И он действительно всем рассказывает. Так в чем же была правда? На самом деле мы играли в кирпидспортивные игры, да, в Counter-Strike, но рядышком, просто отдыхая от него, мы познакомились с разными играми, там и World of Warcraft был, и разные другие игры. И вот одна оттягивающая такая игра, потому что невозможно заниматься профессионально, ты просто, не знаю, становишься овощем, да, фактически. И у нас прямо такая была история, что нужно прямо отдыхать обязательно, прямо в приказном плане. Ты 8 часов там, допустим, на ботах тренируешься, еще там число 4-6 кланвары, там еще 2-16 часов в сутки, ты как на работу практически в кирпидспорте. Это у нас период такой был. А потом надо отдыхать. Вот я отдыхал в такую игру замечательную, Project Anthropia. Она сейчас, наверное, называется Project Calypso, я там не слежу, но в этой игре были настоящие деньги. То есть просто ты в мире, во вселенной, где лесочек, там поля, там море, песок, и там бегают динозавры, вот такие странные. И, кстати, сейчас она тоже, на самом деле, неплохая была игра. И в этой игре ты стреляешь деньгами. То есть у тебя были такие педы, Project Anthropia, доллар, по-моему, 10 к 1 было соотношение. Вот я вот так прямо в воспоминаниях не очень силен, но по принципу я все верно всегда говорю. Так вот, и были 1 к 1 вот эти деньги. Там тратились патроны, тратились, чинить надо было автоматы, броню надо было чинить. Поэтому мы безбронные такие бегали, потому что дорого было. И мы реально в Excel-ках считали, сколько выстрелов потребуется на что-то. И я вот что точно помню, вот я не помню, вот ты меня сейчас освежишь во второй части, я не помню, как мы дошли до жизни такой, что мы в команде начали, но я точно помню, что я в соло, ну, в одного когда бегал, я положил туда 5 тысяч рублей. Вот задумываюсь, ранние инвестиции. 5 тысяч рублей, тогда это было, ну, раз в 5 больше. То есть, условно, 25 тысяч рублей, как сейчас положил туда, от сердца буквально оторвал, потому что это мои там на обед были. Я был, по-моему, в 8-м, в 9-м классе, такой вот балбес как бы, да, и начал сидеть считать Excel-ки. Вот. Сколько выстрелов нужно, сколько до нас добегает моб, там разные показатели, и вот каждый моб, сколько с него средний дроп, с средним с него выпадает. Потому что там было примерно казино, в среднем выпадало что-то, чтобы там совсем не умереть с голоду. Ну, и были такие называемые, да, и так называемый хофф был, хол оф фейм, такой дроп, когда вот выпадает прямо много, в 100-кратном, ну, как это, 777 когда выпадает, бинго, или как это, джекпот выпадает. Мы о таком даже мечтать не могли, мы там смотрели, что кому-то выпадало пища долларов, или 10 тысяч долларов. Мы такие, а это те доллары, это в 5 раз больше, чем сейчас, условно говоря. Вот. И мы просто мечтали, конечно, об этом, но я, тем не менее, я не верил в это, я был всегда рациональным скептиком, я думал, что надо отбиваться на средних показателях, и я нашел неплохих, самых, то есть у меня там, не знаю, было в исследовании, десятки, сотни, буквально около сотни монстров различных, и я нашел монстров, где пригодились мои навыки по стрельбе. Технология. В чем прикол? В чем прикол? Значит, мы бегали без брони, естественно, если нас били, то с броней это точно никогда не окупается, вот, и надо было убивать моба до того, как монстр, до того, как он до тебя добежал. И, соответственно, там были сильные монстры, а слабые монстры, они все не убыточные. Ну, всегда, ты в среднем всегда уходишь в минус. Немножко перебиваешься, но всегда в минус. Патроны. Да, патроны дорогие, починка, оружие дорогая. Это же вопрос, с какого оружия стрелять, и с каких патронов. Короче, там целая исследовательская работа можно было проводить. Вот, и я нашел аттраксов или каких-то, короче, мобов, не помню, и их можно было убить, практически, они вот до тебя добегали, и вот за 7 выстрелов, их можно было, за 7,1 выстрел, я вот как сейчас помню, в формуле за 7,1 выстрел. А, точнее, нет, за 6,9 выстрелов. Это значит, что ты их убиваешь за 7 выстрелов, и 0,1 у тебя овердрафт. То есть 0,1 выстрел, ты как бы перетратил. А если было 7,1, что бы было? Ты за 7 выстрелов его не убил, и за 8 выстрел ты его убиваешь, и 0,9 выстрелов идут в молоко. Это же надо было тоже добраться. Но вот последний выстрел не успевали никто. Ну, это как бы, получается, весь рынок не убивал их в одиночку, а вдвоем их фармить, о, я начну вспоминать, как мы познакомились, вдвоем их не выгодно, как бы не понимали, экономика не сходилась, потому что они слишком слабые были для парного, а для парного мы ничего не анализировали. Вот, и я в одного начал их убивать. Как я это делал? Там движок был такой, ты стреляешь, если задом бежишь, пятишься, то ты со скоростью 20%, условно говоря, пятишься назад. Я не помню, сколько точно, а если ты бежишь вперед и прыгаешь, и разворачиваешься, то прыжок у тебя сохраняет твою скорость. То есть, можно было теоретически в прыжке, в прыжке разворачиваться, стрелять, и дальше в прыжке разворачиваться, стрелять, и как бы бежать все время со 100% скоростью. Тогда можно было успеть семь выстрелов, но тютелька в тютельку. И ровно этим я и занялся. То есть, я фармил, не знаю, неделями реально этих мобов, и они чуть-чуть были в плюс, и они меня выводили чуть-чуть в плюс, и можно было практически бесконечно их фармить. Но если хотя бы одного, один добегает, он убивает сразу с одного выстрела, ты его теряешь, все патроны, и получается, что он, не знаю, сколько-то, десятков, наверное, попыток выводит. И периодически я, так сказать, фейлил, ну, сотнями когда. И дальше я все забыл, и вот Антон передает тебе... Предпринимательская суть, как она есть. Да, да, да. Да, более того, это не предпринимательская суть, если вы... Это даже полунаучно. Коля сейчас описал работу хорошего биржевого аналитика, который садится среди сотен компаний, все выписывает, полностью их разбирает по кусочкам, как бы отслеживает все их показатели, после этого принимает решение, куда вложить деньги. Примерно та же самая история. Вполне реальные деньги вкладываешь. Ну, а, собственно, объединялись мы для чего? То есть, во-первых, для того, чтобы бить мобов посильнее, посильнее, да. Которых больше падало. Бегая рядом, там периодически пересекались, а потом как-то договорились, попробуем кого-нибудь покрупнее лупить. Собственно, пошли, начали лупить, долго лупили. Очень долго. Потеряли всю надежду. Вот это я точно откровенно помню, что мы все уже потеряли, думаем, все, я уже думал, ну, потеряю эти 5000 и забью на эту игру навсегда. Ну, что, прогорел и прогорел. Да. Ну, у меня там финансовые дела были чуть получше, потому что я помимо стрельбы там еще и приторговывал. Мы его назвали барыга. Да. Потому что он на... там реальный акцион. И вот вдумайтесь, вообще система, казино не бывает проигрыша. То есть мы все бегаем, у нас даже аукцион, мы какую-нибудь вещичку, допустим, снайперскую винтовку продаем там, не знаю, за 100 тысяч реальных денег, да, а они в этом не участвуют. Мы только налогом платим, а в аукционе покупают реальный человек у реального человека. Да. То есть в аукционе участвуют реальные люди, и они в минус не могут вообще... Да, а игра по сути собирает налоги. Да, налоги, все, вообще шикарно сделали. Вот, кстати, надо сделать такую игру. Я вот что понял. Можно сказать, что это было первая экономическая компания? Абсолютно, более того, это не только компания, это вообще мой первый навык был торговли тогда, по сути, то есть когда я... Как раз чем занимался... Ну, мы тебе, по-моему, отдавали наши награды. Я приходил на места охотников, им было влом всеми верами, бегай там до города, я у них скупал как бы все, что они нашли там по каким-то ценам, тащил все это дело в город, выставлял на аукцион, стоял там как бы на площади, тоже орал с буржуями разговаривал. Вигелант, армор, немезис, помнишь, да, все это? Да, 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 вот этот вот вечный спам в чате на площади как бы. Я там как раз развивал свой оттачивал на английский, когда вел переговоры, сложные переговоры, когда шла речь за цену, там какой-нибудь дорогой вещи, можно было несколько дней торговаться. То есть человек приходит, говорит, вообще просто дорого, нет, никак вообще без шансов. Как бы через день приходит, ну что, не продал, нет, не продал как бы. Да, и ты понимаешь, что это, ну, можно ему. Да, 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 можно поторговаться. Он к тебе приходит, говорит, ну все, ты не продашь уже, ну подожди, там один парень за деньгами пошел. Вы просто придумайте это в игре, запиксили. Там люди острова покупали за сотни, там, тысяч долларов, тысяч долларов, да, метеориты. Ну и мы, собственно, с Колей как там в итоге поохотились. То есть я иногда выходил на охоту, там, ну куча всяких вещей, которые накуплены на продаже, как бы, ну, поиграться с ними охота, выходишь на охоту, там. И они выглядели, вот самое прикольное, они прямо вкусно, они выглядели очень вкусно, вот прямо вот очень качественно. Кстати, графика многое решает в плане вовлечения, что тебе, да, 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 ты в это веришь. И мы с Колей, собственно, побегали, побегали и набегали, так в какой-то момент совершенно случайно. Сейчас, подожди, я вот просто хочу этот момент передать. Мы бегали, бегали, просто вдвоем. То есть я вспомнил, да, вот эту смычку. Я когда посчитал вот этого на 6,9 выстрелов, он был, да, и я его долго-долго фармил, но очень устал и несколько факапов сделал, которые мне перекрыли практически выигрыш. И я думаю, что-то фигня, может быть вдвоем, как бы в команде. Мы начали вдвоем бегать и как-то в среднем у нас пошло дело. Мы такой, ну, наверное, аналитики не проводили вдвоем, но у нас в среднем пошло. И мы начали бегать, 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 в овердрафт, который мы наработали обратно в патроны, загружали, и мы потихонечку начали в плюс. И бегали, бегали, бегали. Вот, но потом что-то пошло в минус, там патчи определенные, и там игра всегда фиксит как бы свои, ну, выигрыши, да, чтобы не было вот абьюза. Если казино видит, что кто-то начинает считать карты, а не человек из казино выводит. Совершенно верно. И мы все равно начали проигрывать. И, короче, проигрывали, проигрывали, и я вот помню, что у меня вот буквально последний рожок с патронами, и мы идем, все, у Антона все получше, естественно, он там вывезет на продажи, а я вот решил для себя, что все, я попробовал в эти продажи, я, кстати, немножко попробовал, как бы продавал то, за что платят в три раза меньше, как бы, новичков напарил, такой думаю, хорошо, классно, а потом меня нашли, и как бы я там убегал, в общем, это не очень хорошо, мне зашло вот эта вот торговля, вот у Антона, она на большем уровне, на действительно аналитическом таком, а я вот такой чистый охотник, да, был, как бы мне надо лидерство, мне надо взять, как бы, мамонта прям целого, и последний рожок, я уже полностью без сил, без всего, и мы вот так вот, что-то вечером, все разошлись, мы из-за игротеки, да, по-моему, мы из-за игротеки, все разошлись, все вон, у нас же ажиотаж был, все сзади такие, ну че, ну че, а потом такие, ну все понятно, и все уходят, все понятно, вы ничего не добьетесь, все плохо, это вот, кстати, когда бизнес, чувствуешь, да, когда начинали бизнес делать, абсолютно все вот ровно так же, да ничего не получится, да все плохо, да все понятно, да это самое, это невозможно, да, все разошлись, и мы с последним рожком, я просто стреляю, стреляю, бам, и забираем лут, а там лут такой красивый, красивое окошко черное, вот я как сейчас помню, и там, ну, золото, допустим, 10 золота, там попадается и какой-нибудь шлем, или там разбитый шлем, или 10 золота и какое-нибудь разбитое там оружие, и вот это выпадает окошко, и в нем ничего нет, я вожу такой, что, где мои деньги, и там такой лак прям, долго-долго, и потом там, как в казино, как, начинает насыпаться, я встаю, мы с тобой, по-моему, встаем, я не понимаю, я говорю, что, правда? А он такой спокойный всегда, такой, правда, я сбегал вокруг общежития, прибегаю, что, до сих пор сыпется, что, правда, что ли? Нам выпало, по-моему, 50 тысяч долларов. Серьезно? Чуть меньше, да, но сыпало долго, там действительно, ну, времена еще какие были. А, мы, нам выпало меньше, но ты потом продал, и мы потом поделили год. Да, мы потом часть еще распродавали на аукционе, благодаря моим навыкам, поэтому всегда выигрыш можно даже еще и приумножить. А в реальности как? Нет, 50 тысяч долларов, но мы пополам поделили, получается 25 тысяч долларов, настоящих денег. В пять раз больше сейчас бы были, вот вы и считаете. Настоящих тогдашних долларов. Да, но дальше пошла вот эпопея, дальше, Антон, ты продолжил, ты сейчас расскажешь, а я сразу вывел, потому что я вспомнил вот это вот падение в ноль, я как бы понял, что это казино, как бы, без навыков торговли, а мне ошибка не нравилась, я просто сразу принял решение, вот гениальное решение для моего типа склада характера, сразу вывести. Только выиграл, сразу вывел, но я, прикиньте мне, я девятый класс, ну условно, 16-17, допустим, даже 18 лет, тогда не было Сбер-карты даже, CVV-кодов, ничего не было. Я тогда начал читать на сайте на английском языке, виздровывал, как это все, нужны банковские реквизиты, зип-коды, что-то такое, я получил Сбер-книжку, вот эту вот Сбер-книжку, да, спросите у папы-мам, значит, как это, да, не вот эту карточку, да, а вот Сбер-книжку, я прихожу и говорю, мне нужно деньги вывести, доллары, они говорят, на меня бабульки такие, вы что, как, о чем, вот, и я как-то месяцами, как-то это все узнавал, сделал виздровывал, как-то, ну там, с пополам, и забыл про это, потому что 7 месяцев деньги не шли, то есть вообще нигде, я ходил, первые недели две, наверное, приходил и думал, ну все, короче, меня напарили, потом другие интересы, что-то там подзабылось, а потом я пришел с книжечкой, и говорю, ну что, ну что, есть, есть, и мне такие, да что, сынок, есть, и тогда, вот давайте сейчас даже посчитаем, сколько это получилось денег, 25 тысяч долларов, тогда курс, наверное, был долларов 15, слушай, это начало двухтысячных, я сейчас даже не вспомню, я помню, что я машину первую купил с тех денег, вот, это точно больше там, ну очень много, но даже сейчас, вот x5, допустим, 125 тысяч долларов сейчас сколько, на 5, если умножить, это где-то, где миллиона 2-3, короче, рублей, как сейчас было бы, да, вот, да, примерно так, и короче, я покажу, она смотрит, как понять, вам валютный контроль, проходил какой-то валютный контроль, потом, значит, мне сказали, а я еще несовершеннолетний, мне еще что-то надо было написать, что-то написал, и у меня все в шоке, родные, потому что, до сих пор все думают, что я сочинил, потому что, как понять, ну в смысле, мы бы знали, что ты получил, нам бы что-нибудь пришло, а я реально это все сам хотел, я потел там, вот это, и вывел, говорю, выводите мне, ну у нас только нет, ну давайте, я пакетиками вот так вот, каждый день по 300 тысяч, там сколько-то выводил, короче, ходил, и я просто, меня кайфовал, это знание, что я в 9-10 классе, у меня там все о наушниках, да, эти все девчонки, там все мечтали о наушниках, о чипсах, а я прямо вот так вот ходил такой, и такой, а я могу это все купить, и потом я, прикиньте, снова забыл про это, я это положил в какой-то инвестиционный условно-городской банк, или еще что-то, какой-то, и потом, до конца вуза, я снова про них забыл, и потом они у меня утроились, и я к концу вуза выхожу такой, опа-па, вообще нормально, и тогда это как раз стартовые деньги на лигу роботов, и как раз и пошли, вот, но вот само осознание, само осознание, что вот это XL, что капитализация вклада, это экспонента, я тогда еще посчитал, думаю, о, круто, и вот это согревание, это, блин, круто, но с другой стороны, если бы я купил машину, ну, не знаю, тоже можно было наебать, тоже было бы неплохо, а ты как вот, расскажи, пошел. вариант развития ситуации был у Антона. Да, я остался в игре, я не стал выходить, у меня-то все было, я не особо азартен, то есть я там рассматривал это как площадку, чисто по интересам, мне было интересно общаться, там, с кем-то торговаться, потому что для меня такого опыта никогда раньше не было, мне там что, лет было там, ну, наверное, меньше 20, может быть, может 20, то есть мне просто было... Настоящие люди, бизнес-актив, то есть на настоящем английском языке, мы там, кстати, и выучились в английском языке. Это интересно. Из-за игрушечной деньги на встречу. Да, 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 вот про запары с выводом, я тоже помню, несколько месяцев ждал, потом тоже выводил, ну, я выводил частями, там, я часть оставил в торговле, как бы, там еще потом какое-то, через какое-то время выводил, но у меня не было варианта, понимаешь, забыть про эти деньги, потому что я на них жил отчасти. прикол-то в том, что, как его звать, я реально думал, что все, напарили, ну, то есть я даже думал, я всем расскажу, что это все, да, кидал вау. Нет, пришли, и в полное количество, я тогда, кажется, с ума что-то не сошел. В общем, на определенном этапе двух этих замечательных господ игра кормила в буквальном смысле слова. Да, можно сказать. А ты потом-то в плюсы был, или так, более-менее? потом чуть-чуть поминусил, и я как раз, когда по работе все начало двигаться очень хорошо, мне пришлось забить на это дело. Ну, то есть я ничего не потерял в целом, буквально. Нет, нет. У меня следующий вопрос, который, мне кажется, волнует абсолютно всех родителей, к родителям мы сейчас тоже перейдем. вот Коля уже сказал, что с пяти лет он чувствовал себя игроманом. Антон, какая история? Нет, подождите. Вообще, как это случилось с пяти лет? Откуда взять доступ к компьютеру? Не просто чувствовал, вы просто должны понять, что я приходил, и еще на спектруме, спектрум, представьте, на магнитной ленте был компьютер, просто, то есть, экран, кардиатура, и магнитная лента, вот как бы магнитофон, короче, это и компьютер был. Я до сих пор до конца не понимаю, как это возможно. Ну, конечно, понимаю, я все-таки на автоматике вечной техники, но, блин, все равно это как магия. Так вот, я приходил на спектрум, и садился брат, потом это был IBM, по-моему, 186, потом 286, потом 386, вот, по-моему, я уже 186, помню, я с детского садика приходил, и он сидит, короче, такой, так и быть, на 10 лет у меня старше брата, так и быть, я запущу игру. Он мне запускал какую-то, я запоминал, сколько раз он какую клавишу нажал. Он потом уходил, говорит, без меня даже не вздумай. Естественно, даже не вздумаю, только дверь закрывается, я сразу включаю, тыкаю, если нет игры, я тут же перезагружаю, и так я спалил первый 186 компьютер. Вот, но меня называют, как бы, апгрейд, ну, молодцом, потому что я, стремление к апгрейду, то есть, я спалил его, значит, вынужденные родители покупать 286, уже следующий, там, потом я его спалил, ну, я его уже по другой причине спалил, тогда я уже научился запускать. Я вот с молоком, как бы, с молоком детского садика, просто, буквально, играл в эти игры, даже ничего не понимал, что там происходит, но уже там жал клавиши, вот, а потом... Родители-то знали, в итоге же? Нет, ну, иногда знали, вот, но они сейчас, они сейчас в шоке от того, как я это рассказываю, потому что они думали, что нет, ну, не так часто, наверное, когда ты играл, я вообще всегда, они там, только отвернуться, я сижу, играю ночью, только уснут, только сижу, играю, как бы, вот, но это тоже, кстати, у меня есть совет для родителей, что если, они мне запрещали играть при этом, то есть получается, если запретный плод сладок, вот это первый такой совет, что надо все-таки разрешать, тогда нет ничего страшного в этих играх, они наиграются, дети реально, иногда не будет, не досыпать, не будут, вот эта вот жилка, не будет просыпаться, чрезмерно, вот, как бы, наедание, когда запретный плод сладок, вот, и все, просто, вот, очень простой секрет, а когда запретный плод сладок, будут убегать из дома, я убегал, значит, будет вот это все происходить, и, правда, там, с третьего этажа, очень просто это все делается, а, нет, я так уходил, а мы, со второго этажа чувака подсаживали. Правда, обратно потом. Ну, у нас нелепо, конечно, все это происходило. История игромании от Антона. Да, нет, я бы не назвал себя игроманом, хотя... Ну, это же все как понимать? То есть, надо понимать, что мания... Короче, я все понял. 8 лет он считал уже аналитику, значит. Сидел, считал графики, короче. Разговаривал там. Абсолютно не так. В песочинстве разговаривал со всеми. Кто дешевле? Я с Игоном познакомился позже гораздо. То есть, я лет, наверное, в 12 познакомился с играми компьютерными. В детстве, да, там было на Спектру, но у меня дома ни у кого не было. Там у двоюродного брата был. Я там приезжал в гости, когда это было для меня, конечно, очень круто. Потом как-то я помню, что у родителей выпросил компьютер типа учиться программированию. Какой тогда был? Ой, это был вообще как раз сразу Pentium. Это был 93-94 год. Они вот только появились. Это был вообще космос. В ушах, да. По тем временам. Я, собственно, сел за него там. В том числе и с программированием разобрался. И тогда же первые игрушки мне начали приносить. Там ребята там, ну, знаете, они еще на дискетах. На вот этих? Да. Вот весь трэш, как бы. Да. И действительно очень понравилось. Я очень много играл, но при этом как-то в балансе. То есть мне никогда особо не запрещали. И я считаю, что это... Ну, потому что тебе не запрещали как раз. Той баланс. Да, мне особо не запрещали, но да, иногда был перебор, когда я там в ночь уходил. Но при этом у меня всегда были там уроки сделаны, там дела по дому сделаны. Все чистенько. Да. То есть у нас была какая-то договоренность такая, что типа первым делом дела делаешь, потом уже свои вопросы решаешь. Собственно, и мне в играх-то больше всего чего нравилось, что... Мне вот нравилась эта функция, что можно сохраниться и попробовать еще раз. То есть и вот это... В жизни, да. Особенно биржевым аналитикам... В жизни, к сожалению, так не работает. И вот это вот отличие меня всегда прям восторгало. Я очень люблю там стратегии разные, когда можно зайти там, ну, 12 лет, и там в чем в этой сложной стратегии можешь там про войну понять, как бы. Ты пробуешь сюда, пробуешь туда, как бы, нет, не получилось, перезагрузилось. На полдня откатился, как бы еще раз пробуешь, как по-другому здесь победить. И это на самом деле очень круто, потому что, ну, наше предпринимательство, по сути, это метод проб и ошибок. Вот любая компания так создается, но другое дело, что у тебя появляется уже этот навык. То есть, ты более-менее начинаешь понимать, какие ходы работают, какие не работают. И вот этот навык ты можешь и опыт приобретать с самого детства. Что там лобовая атака, но не всегда работает. Обходить по болоту тоже плохая идея. Можно победить экономикой, можно воздухом. Да, да. А можно просто не воевать. Нет, я вам просто объясню, вот просто на секундочку, что на самом деле я сейчас открываю вот предпринимательский дух и создавая Лигу роботов, которая сейчас за 12 лет только вот стартанула. Мы сейчас так побежим вверх по экспоненте просто, вот. Я даже процентов на 50 ту нефть, заложенную в игры, не взял. Потому что я все время смотрю в бэкграунд менторов, которые мне попадались, в бэкграунд какого-то опыта и игромании, и игротехники, и киберспорта, который есть, какая философия в нем заложена. Я даже на 50% ее не использую. Почему? Вот, например, представьте себе, играйте в стратегию. Age of Empires, или там StarCraft, WarCraft, не знаю. Вы начинаете с человеком, ну, дуэль, один на один. У вас есть золотые шахты, еще есть 10 золотых шахт на карте. Что делать? Можно их взять, начинать экономикой давить. Ты можешь взять, сразу развить 3 золотые шахты, 4, 5. Но он тебя может взять и прибежать очень быстро, самыми базовыми наемниками прибежать и уничтожить. Ты такой, ага. То есть сильно экономически развиваться не надо, надо защищаться. А потом, а он тебя напугает, прибежит с начальными наемниками, ты подумаешь, что все, надо защищаться. А он сам тебя испугал, и сам 5 золотых шахт твоего, чтобы ты на него первый не напал. А потом начинается, что ты на него идешь с земли и справа там фланга, а он тебе идет с моря и с воздуха. А у тебя воздух контрит как бы, как камень, ножницы, бумага, там, землю или наоборот. Вот. И тебе надо воздух делать, потом землю обгреживать, что. И там это целые многомерные шахматы на самом деле. То есть вот игра, это реально многомерные шахматы. Вот. И я бы это называл новую дисциплину. Но если их действительно воспринять правильно, а если их неправильно воспринять, вот как бы на Аркадии вот так вот занимается таким с падающей слюной, конечно, это не в тему. И вот здесь как раз и пригодится тот же портал, который мы сейчас делаем в Лиге Роботов, Лига Ленд, в котором мы вот эту меру знаем. Когда надо следить за детьми, а когда им надо дать свободу предпринимательства, да, где-то методом проб и ошибок как бы это потестировать. Вот. И вот этот метод проб и ошибок на самом деле он вообще реально везде. Я с Антоном абсолютно согласен. Он и в робототехнике. Потому что у нас есть замечательный пример, когда вот есть футбол роботов два на два. Может быть мы кадры здесь ставим. Значит, за инфракрасным мячом есть вратарь, который если отбивает мячей, есть нападающий. И с той стороны тоже нападающий вратарь. Делай, что хочешь, вот как любую стратегию. И у нас вот Сергей Мустафин из Москвы, он чемпион. Неоднократно чемпион по этим. И на одних из тренировочных сборов, где мы олимпийскую сборную готовим. Вот я в том числе там. Ну, короче, тренеры высшего разряда готовят нашу сборную. Вот приходит команда к нам, наша Новосибирская, очень слабая. Вот. И она говорит, а как нам поворачиваться? Вот я говорю, против кого играете? Против Мустафина. Ну, вот того чемпиона. Я говорю, да ничего не делайте, они вас и так победят. Ну, все-таки сделайте нам. Вот он у нас кружится с мячом. Вот какое время кружится? Как связать с углом? Ну, я что-то там начинаю рассказывать про науку. Они приходят через час, и я понимаю, что они даже угол посчитать не могут по тангенсу или почему-нибудь. Я такой, или просто тригонометрию элементарно не могут. Я такой, ладно, делайте просто поворот с мячом от одного до пяти секунд случайный. Просто случайный. То есть, я такой, ну ладно. Я пошутил просто. Они убегают, потом прибегает уже Мустафин. Говорит, они меня переигрывают. Это что за монстры? Я говорю, в смысле, кто? Я даже не вспомнил, о ком речь. Ну, вот твои ребята. Я говорю, как? Вот эти дубари, как бы. А они его выиграли. То есть, иногда, ну вот даже вот эта вот случайность, иногда даже метод проб ошибок, он действительно дает лучший результат, чем просто очень многие. То есть, вот это звено, когда ты понимаешь, что всегда есть какая-нибудь лазейка, и ты просто ее... Если как бы мета, есть такое понятие в играх, мета, это, я бы сказал, набор стратегий, которые сейчас работают в данной эпохе. Оптимальные стратегии. Оптимальные, да. И там эншпили всякие, вот как в шахматах, да, там старты. Вот другие, типа, не работают. Никогда, вот я бы, мой совет сразу был, никогда не... Не отбрасывайте. Не отбрасывайте другие варианты, потому что другие варианты из-за шор, возможно, не работают сейчас, или почему-то не работали, вот, потому что там главенствовала какая-нибудь, не знаю, европейская школа шахмат, а азиатская. Вообще по-другому все делают, и они всех ломают. У нас такие же... У нас куча историй из Counter-Strike ровно таких же, что наша сибирская школа и московская школа Counter-Strike стрельбы была совершенно разная. У них, например, на чемпионате был такой М19 College, снайпер, который держал, ну, стратегически держал карту на две половины. То есть, ну, кто в теме, даст два, он держал вот длину, вот посерединке. И это делило сразу стратегию. Казалось бы, прикиньте, стрелялка, но на самом деле там мы раздлиновывали А2, Е4, там, на шахматное поле всю карту и учили стратегии. Двое-трое подсаживают, двое бегут, топают на длину, там, подсаживают, флешки кидают. То есть, казалось бы, даже в стрельбе есть определенные шахматы стратегические, да. И он там, снайпер делил это пополам, пока не встретил меня. Я с Калаша его перестрелял, то есть, с автомата Калашникова, да, вот гордость. Я просто выходил и его убивал. И все, у них не рассчитано было на такой стиль. Это слишком нагло. И все, мы их перетоптали ровно потому, что я просто выходил и убивал, и писал ему, привет, как дела? Все. Я прям даже вставал и писал, хотя на меня могли выбежать, но я знал, что на меня не выбегут. То есть, настолько наглые. И вот это реально секрет черничного пирога для предпринимателей. не надо, не надо недооценивать вот эти методы, которые в бизнесе точно так же. Вам все будут говорить, что не работает там, не знаю, какая-то низкая ставка там на таком-то рынке, на таком-то, или там не работает образование. Вот мне конкретно говорили, в Австралии, в Штатах не заработает лига роботов. Заработала. Она закрылась по не связанным причинам с теми событиями, которые происходят, потому что у них там кое-что жидкость в голову выстрелила, вот, и они, рыба гниет с головы, короче говоря, всегда. Вот. Захотели больше, чем захотели. Но они мне говорили, пророчили, что ничего не заработал. Все заработал даже лучше, чем у нас, в каком-то смысле. Вот. И это вот история, что не надо недооценивать, с одной стороны, те наработки, да, но и надо понимать, важно понимать, даже не рисковать, а важно понимать, что надо пробовать. И если здесь открыто, ну почему бы и не обойти, как бы здесь. Ну вот про эти риски. Понятно, что когда родитель доверяет лично Николаю Паку, и, допустим, он идет на Лигу Лэнд, и все хорошо, там допущенные правильные игры, это, наверное, все работает. Но часто наши дети выбирают непонятные платформы, непонятные игры, и вообще непонятные пространства. А родители, ну вот, например, я такой великовозрастный, серьезный дядя, чья молодость, я уж не говорю про детство, прошла без компьютеров вообще. Гораза, да. Ну, ребят, ну не было тогда компьютеров за ТЭК-Спектром, только боялась, когда я уже там окончил школу, весь запал мой был выстрелен, так сказать. И я, пользуясь вот этими инструментами, своим детством, боюсь, что мой ребенок использует свое время совершенно напрасно, просиживая перед монитором компьютера. И когда я туда заглядываю, там какие-то непонятные стратегии, опять же, эти стрелялки. Это хорошо, если стратегия. Хорошо, хорошо. Ну вот, ваш рецепт, что сказать родителям, и как вы бы сами поступили, а может быть, сейчас поступаете, на родительском месте, когда ваши дети зависают непонятно где. Ну, у меня дочери 7 лет, здесь, наверное, совет довольно простой. Я тоже не понимаю, что она делает. Вот в этом Майнкрафте, что она нашла, вообще не зная. Я знаю, сейчас расскажу. Смотрите, там докапываешься, и там дракон. Да, 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 да. Но важно, во-первых, для себя понять, чему вы хотите, чтобы ребенок научился. А во-вторых, задавать ребенку вопросы, то есть, о чем игра вообще, про что она, почему она вообще тебе нравится. И может так оказаться, что вы в игре, ну, чего-то не видите, а на самом деле, она очень сильно тренирует. Потому что вот, если брать ту же самую, стрелялку, про которую Коля то, что сказал. Во-первых, она тренирует мелкую моторику, раз. Во-вторых, тактическое мышление, то, что сейчас Коля сказал. То есть, ты остаешься один на пятерых. Да. И очень часто у нас, ну, у нас, я вспоминаю, затаскиваются такие, сейчас, как выигрываются, в общем, выигрываются такие невозможные раунды, потому что гений тактики просто. Он куда-то натоптал, куда-то кинул флешку, не туда. Туда отвлеклись, поставил бомбу и защитил ее. Все, просто. Ну, и третье, что очень важно, вот в таких играх, например, очень сильно оттачиваются навыки коммуникации. То есть, если вы хоть, да, более того, не зря же все командные игры в киберспорте, они 4-5 человек. То есть, это как раз золотой стандарт. И вы удивитесь, но если, по правилам менеджмента, у тебя должно быть не более 4-5 подчиненных. Да. То есть, и это не просто так, это вот как раз функции нашего мозга так устроено, что ты оптимальное взаимодействие, там, вот в онлайне буквально, там с полуслова понимать, что называется, можешь отстроить вот с таким количеством людей одновременно, постоянно с ними общаясь. И, собственно, этому же дети и учатся. То есть, одно дело, когда он, конечно, ну вы ему запретили компьютер, он будет сидеть, сидеть за книжкой целый день, но он при этом коммуникационные навыки совершенно не отработает. И даже находясь... Где-то перерастет, а где-то совсем не доработает. Абсолютно верно. И здесь как раз вопрос развития детей, это балансировка то же самое. То есть, вы понимаете, что здесь он развивает в этой игре, он что-то развивает, чего ему не хватает в реальном мире, например. Что ему не хватает общения, он там общается. Ну прекрасно. Ему не хватает, он здесь много читает, а там головоломки решает. Тоже прекрасно. То есть, нужно находить, что именно ему нравится, в этом разбираться, пытаться. То есть, просто немножко уделять этому внимание и время. При этом, конечно, есть куча игр, которые построены просто на дофаминовых ловушках. Просто, да, которые затягивают ребенка, ну по типу казино, да. И постоянно ему там всякие изображения втыкают, как бы какие-то плюшечки виртуальные дают. Ты только жми на кнопочку и оставайся по 14 часов там в онлайне. Вот. Вот такие игры, конечно, они ничему не учат, и от них нужно людей безусловно. Надо бы вот список привести таких, проштрафивших все игры. Вот в том-то и дело, что игры поставляются каждый день, выходят тысячи новых игр. И вам нужно понять просто, ну, научиться этим принципам, да, разбираться. Где игра, она просто для того, чтобы затянуть ребенка, убить его время, и ничего ему не дает. А в каких играх он действительно какие-то навыки оттачивает? Ну, я даже не знаю, что добавить. Не, на самом деле, я знаю, что добавить. То есть, на самом деле, абсолютно зерно это действительно разговаривать с ребенком, потому что из-за вот этих недомолвок, недоразговоров, что с ребенком, даже семьи разводятся, или компании рушатся, просто элементарно, потому что люди перестали друг с другом коммуницировать, разговаривать. или какой-нибудь конфликт, на какой-нибудь конфликт, вот мне там говорили недавно, вот серьезный конфликт, сказали в лицо, я такой, да ладно, туда-сюда, банька, и все нормально. А если бы он был в оффлайне, в онлайне, то есть вот чем еще страшен был, кстати говоря, как это, ковид, локдаун, потому что и много семей разошлось, и много компаний тоже разошлось, не только потому, что были финансовые проблемы, ну и конечно поэтому, но еще и потому, что просто вот, ты когда онлайн, вот поверьте моему опыту, у меня несколько учеников потерялось, когда я уехал, и удаленно их невозможно воспитывать, и с ними поддерживаешь связь, поддерживаешь связь, а потом бам, он наркоманом стал, ну и там, допустим, я пошутил, вот, и понимаете, и получается вот такая история, что удаленность, вот эта онлайн новость, она реально страшная, она прям губит, ну прям континенты, вот, и здесь, вот с этой недоговоренностью, особенно с детьми, вы представляете, это ваша кровинушка, конечно с ними надо, а, говорить, б, значит, обращать внимание, вот на такие порталы, как у нас будут, Легаленды, и это еще раз, не самая реклама, у нас все хорошо, и так, вот, просто это реально моя, так сказать, лепта в социальной, ну, то есть я вижу, какие есть проблематики, проблема с детьми, она есть, и проблема с тем, что не все родители, как мы с Антоном, можем разбираться, какая игра хорошая, какая плохая, так вот, я Легаленд портал, он еще в альфа версии, мы ее еще не запустили, но его задумка основная, как раз и выстраивать вот это, разобраться и отсеять, да, безопасное времяпрепреждение для детей, для детей, чтобы, если он играет в игру, то мы точно, как ревизоры, точно говорим, что она нормальная, она ему сейчас прокачивает вот такие-то, такие-то способности, а не какая-нибудь дота, в которой там матерятся десятилетние ребятишки, так, что уши вянут там, и так далее, вот, и в том же духе, то есть мы делаем некое безопасное времяпрепреждение для детей, безопасные игры, и показываем родителям, что какое время ребенок может уделить этой игре, и какое время он должен, да, заработать, то есть мы эту меру, вот золотую, да, тоже помогаем находить родителям, с одной стороны, мы им, как бы, цензоры помогаем, как цензоры, что огромное количество игр, намного больше, которые не просто дофаминные ловушки, они просто, ну, натурально вредны, потому что они, как бы, аркады, да, ты сидишь, монетки собираешь, и все, и ребенок начинает психовать, вот это один из алертов, вот таких вот реально, когда ребенок начинает психовать, и типа дай-дай, вот, уже что-то не то, уже что-то не то, уже некий перекос, это вот такой, быстрый алерт, ну, такой, сразу быстрый, там, как это, у доктора, когда, симптом, симптом, что что-то пошло не по плану, вот, если, размерен, вот как Антон, да, ну, позанимался, поиграл, все хорошо, если не поиграл, то начинает тоже тянуть довольно сильно, вот, а в играх, находить вот это, это особое занятие, и в этом нам помогала, на самом деле, игротека, между прочим, вот, третья составляющая функция, функционал Легалэнда, это составлять нетворки, чтобы у нас грамотные психологи, грамотные люди, вроде меня, и вроде прошаренных игроманов, общались с детьми, спрашивали у них, что он получает, что он не получает, это тоже вот такой нетворкинг, который надо создавать, потому что без нетворкинга, когда ты один во вселенной, в онлайне, ты теряешься, и начинаешь просто, ну, не знаю, там вирусы подцеплять, каким-то странным группам подключаться, потому что там, которые просто тролли, там просто, допустим, приходят тролли, тебя в дискорде, включают, не знаю, что-нибудь тебе говорят, а потом тебя троллят, и даже иногда подсудные дела делают, ну, например, склоняют тебя совершить что-нибудь ужасное, там, и тогда на стрим, там, что-нибудь запустить, и реально люди, ну, не то, что даже жизнь кончается этим, а очень сильный эмоциональный удар происходит, потому что троллинг, ну, или буллинг, да, вот в онлайне, особенно в играх, это вообще вещь, которую нельзя недооценивать, в смысле, это очень серьезно, вот я лично за такое бы просто на высшую меру, реально приговаривал иногда даже, вот, но я такой, но реально, вот представьте, вашего ребенка, сломали бы психологически, да, вот, кто-то от этого элементарно, поэтому здесь защита со всех сторон нужна, сильных ребят вроде нас, вот, и опытных, и прошаренных, поэтому я и создал, говорю, legal end, в который будут загружаться игры нормальные, видеоролики нормальные, и там за полчаса работы, полчаса помыл посуду, полчаса сделал домашнее здание, полчаса, значит, порешал задачки, из реального мира, ты получаешь полчаса, как в игротеке, поиграть в нашем legal end. Сейчас такое распределение у вас прокатывает, в кавычках, но получается, заработал, занимался бизнесом, там, не знаю, 15 часов, и потом заработал полчаса игры. Давайте я так предскажу, у Антонов, мне кажется, он не играет сейчас уже вообще. Да, у меня, к сожалению, нет, потому что одним бизнесом позанимался 15 часов, потом вторым, потом третьим, потом понимаешь, что неделя прошла. У дочери так работает, на самом деле, то есть с дочерью у нас есть договоренность, что, ну, пока еще 7 лет, как бы, вот у тебя есть час в день компьютер, собственно. Есть список дел на день стандартный, там, она занимается, даже сейчас у нее школы нет. И холодильник есть? Да, нет, у нее там свое расписание, она записывает, и на холодильник раньше вывешивала, телефон у нее тоже нет, у нее есть планшет. Собственно, у нее есть планшет, часы, этого вполне достаточно, по функционалу полностью все заменяет. Вот, поэтому у нее есть, у нас есть просто с ней договоренность, и у нас самое главное, что есть договоренность соблюдать договоренность. Это очень важно, договоренность у всех какие-то есть. Это как раз навык, который тоже тренируется с ребенком. И мы с ней договорились, без проблем, и вот сейчас она, ну, реально, ну, я понимаю, что там бывает все-таки превышение, там, по 15 минут, полчаса, там, заигралось что-нибудь, ну, ладно. Но так, в большей части, она сейчас даже начала таймер себе ставить. То есть она просто... Ну, потому что она такая же, как отец, системная, наверное. Ну, пока я бы не сказал. Она нормальный семилетний ребенок, да, которому хочется тоже поиграть, иногда можно заиграться, и за это тоже ничего страшного. Потому что час или час 15, ну, ничего от этого не изменится. Главное, что ребенок там, ну, свои потребности удовлетворил, да, опять же, дела все сделал, как вы договаривались. Ну, все это в пределах погрешности, скажем так. Поэтому, ну, в нашей семье это работает. Коля играет сам. Я даже сам играю, да. Ну, у нас все не так системно, как у Антона. Меня называют «Человек-хаус». Я прихожу, мы, кстати, пользуясь случаем, только что буквально вернулись с Нижнего Новгорода, провели Всероссийскую Олимпиаду по робототехнике. Вроде мы вот такие, как бы, хаотичные, но 900 ребятишек, 38 команд со всех краев России, прям нормально провели. Следующий будет намного лучше, и какие-нибудь кадры, возможно, вставим, так сказать. Это прям прикольно было. И там, вы не представляете, я как вторую, третью молодость, я очень легко нахожу общий язык с ребятишками. Также у нас ребятишки, ну, от 8 до 25 лет, условно. Есть студенческие номинации, есть старшие, есть младшие совсем. Младшие прям прекрасный возраст, там, средний. Но я больше специализируюсь по старшим, конечно. Старшие, я такой шаляй-валяй, но вовремя, хоп, под дых, и, так сказать, два саджамани, если что просрочил. То есть это сочетается, это как иньяни, это реально как диалектика вот такая может сочетаться. И там классно вообще. Ты смотришь на этих ребят, которые с роботами ездят, и я знаю, они прям играют. И я там проходил, там судят творческую номинацию, и там прямо девчонка сидит, вот про Майнкрафт, и я так заглядываю, и что она делает? Она хоп, альтабается, а у нее Майнкрафт был. Я такой, ну что, до дракона дошла? И сразу она такая, о, и рассеяла такая, говорю, вот я говорю, и что тебе Майнкрафт дает? И вот она буквально объяснила мне реально, что ей дает это коммуникации, это дает ей вот интересно построить базу автоматизированную. Кстати, в Майнкрафте можно строить автоматизацию, есть даже условно 8-битная логика, можно сделать 8-битный процессор, вообще логика в смысле есть, что можно и или там вот эти элементы все, триггеры ставить, и можно процессор даже сделать так, да, вот, и это прикольно, это то, с чего можно начинать, вот, например, заниматься в Майнкрафте. Одновременно в том же Майнкрафте можно просто сидеть и ничего не делать, и как бы деградировать, то есть это же тоже, ну, мы не можем, понимаете, зачем нужна вот школа, вот глобально если мыслить, я за эти 12 лет очень много мыслил, да, как бы вот так просто, мы делали-делали, но я все равно задумался, вот зачем нужна школа, да, родители вроде там меня, или там Антона, которые заканчивали там НГУ целые, да, там НГТУ, вроде как может сам научить своего ребенка, но откуда взять время, откуда взять самое, тут мне напомнило, у меня исполнительный директор, пришел, когда он еще не был директором и не работал у нас, он говорит, я с дипломом робототехника, типа, дайте мне, продайте мне набор, я говорю, не надо покупать набор, хотя по идее мне это выгодно, да, я продал, получил деньги, он говорит, почему, ну, потому что ты не займешь ребенка, ты купишь его, и вот через месяц-два набор будет стоять пылиться, он мне не поверил, вот это кстати тоже, такая странная вещь, никто не верит на слово, ну, и я такой, завел таймер, думаю, да, он пришел через месяц, говорит, что делать, пылиться, я говорю, ну, я у тебя его обратно могу взять, выкупить, ну, занимайся у нас в секции, и он уже 3-4-5 лет, сколько там занимался в секции, понимаете, даже с дипломом специалиста, ты не можешь обеспечивать, там, не знаю, 76 часов в сезон, там, да, задачки придумывать каждый раз, по 5-10 задач, ты не можешь вести ребенка, ты не можешь вот этим всем делать, поэтому школа, на самом деле, занимается великим детям, то же самое и здесь, должна быть школа киберспорта, на самом деле, я опять же, я опережаю, я ей планирую заняться, ну, сейчас здесь, наведу порядок, так сказать, в общем образовании, школа киберспорта, потому что, это хорошо нам с Антоном говорить, игра должна, короче, то-то, то-то делать, и не должна, то-то, то-то не делать, как бы, но как родителю, он там на заводе, туда-сюда бегает, такая же аналогия со школой, невозможно, как бы, впихнуть в себе, вот эти все вещи, как игры меняются, я даже не могу сейчас, у нас прикол, все знают, что я игроман, да, на работе, и они мне там называют какие-нибудь игры, вот, а вы не знаете, Николай Юрьевич, значит, вы уже старпер, так сказать, во своих героях меча и магии застряли, там, вот, хотя я знаю там современные, и эти все пупги, и эти все фронтнайты, там и так далее, я их не принимаю, конечно, но понимаю, вот, кстати, по поводу списка, на самом деле, мы на Легалэнде, и вообще, в комментариях спросите, у меня есть телеграм-канал, в котором я с удовольствием выложу список, по-моему, я уже выкладывал, и там 12 игр, которые я сходу могу сейчас назвать, которые, вот, прям точно в них можно играть, там, типа, Факторио, игры, где просто ты строишь заводы, прям реально, ты строишь, с бронзового века, до космических технологий, ты просто, усовершенствуешь свои технологии, и постоянно заводы, там, конвейерные линии, там, вот это все, это прямо, Колобот там, Факторио, разные вот такие игры, они вот прямо, можно в них играть, в каких-то можно даже программировать, на C языке, на C++, я вот сейчас сходу забыл, ну, помимо Колобота, еще какая-то современная игра в стиме, вот, они развивают, и мы сейчас тоже, Лига роботов начали делать игры, одну выпустили, Мэтпак, да, ну, такая проба пера, ну, неплохая, кстати, она нам тоже принесла, по-моему, 7500 долларов, вот, до этих событий, сейчас монетизацию отключили, ну, и бог с ним, ну, самое главное, мы поняли, что мы тоже можем разорвать игры, и вовсе даже не надо держать штат миллиард человек, чтобы разорвать, главная идея, главная начинка, главная вот эти, калибровочные, значит, я открою секрет, в каждой игре засунута величайшая математика просто, как, вот, значит, развитие персонажа, чтобы развитие персонажа было настолько динамичным, чтобы не было скучно, и настолько динамичным, чтобы не улететь в экспоненту, чтобы ты с одного удара не убивал любого босса, и это получается вот такая, расходящиеся в две стороны регуляторы, жесткие, то есть две экспоненты вот такие, и мы, у нас сложены прямо реальные Excel функции, вот, вы заходите в игру, вроде там, мячом, как-то, игрушенным там, в виде соус парка, да, там, вот это все происходит, а на самом деле это внутри экспоненты, многофакторные, на экспоненте как бы сидят, и этим погоняют, но самое главное, мы оттестировали на одной игре, и сейчас десяток игр я анонсирую, мы будем делать на всех платформах, и для телефона, и для твоей дочки, и для маленького возраста, для большего и высокого, именно для той составляющей, чтобы, а, в них были точно заложены не аркадные вещи, а чтобы они прокачивали сложности решения задач, даже где-то в чистом виде решения задачек, мы как придумали, что где-то стоит старец Фура, где-нибудь, во всех играх будет один тоже, стоит старец Фура, и задает тебе задачку, реши квадратичное уравнение, вообще ребенок непонятно, зачем это, пробегает мимо, другой бежит с алмазным мечом, вот типа даже в Майнкрафте, бежит с алмазным мечом, или там, на каком-нибудь там, коне самолете, да, он спрашивает, откуда ты, взял, а я решил вот эту задачку, и ты можешь так же убегать, все будут решать, мы провели мини-тест, сделали, короче, задачку простейшую, там какую-то, не помню, решили там, задачку на взвешивание в нашей игре, и за это давали 10 к силе, там даже маги, лучники, которая нафиг эта сила не нужна, все решили у нас, просто все зашли и все решили, это говорит о чем, о том, что не people have it, то есть у нас многие игроделы, как бы, сошлись с тому, что, ну, people have it, то есть people покупают, им нужны аркады, им не надо думать, они хотят отдыхать, это они так придумали, это вы так решили, что на самом деле людям, если правильно дать задачки, правильно дать образование, даже в играх, и качественно все сделать, все хотят люди, люди нормальные, люди не хотят, ну, конфету с, содержанием, да, вот этих палок, и вот этого вещества, да, так сказать, нет, они, да, они хотят именно нормально, и нормально делай, нормально будешь, оно реально работает. Дорогие друзья, победители отцы, дайте совет другим отцам, мы уже поняли, что и сплочает, и мелкая моторика, и развитие реакции, и в какой-то степени развитие таких программистических навыков, и тайм-менеджмент, все заложено в этой игровой теме, но все-таки есть. Ну, подожди, подожди, просто если правда, я научился английскому языку, программировать, немножко математики, командному, и еще чему-то там, просто играя в игры, вот, просто играя в игры. Для Антона, это было первое коммерческое поприще, успешное, и для обоих, это был первый заработок, основательный, правильно? Между прочим. У меня не первый, но основательный. Но основательный точно. Рассказывайте, свой совет другим. А это какую машину, кстати, купил? Я даже не помню, Toyota какая-то была. Поддержанная или новая? Нет, это была поддержанная еще. Я же не во всех. Свой совет родителям, которые вам доверяют лично, и хотят, чтобы их дети стали такими же успешными, светлыми, разбирающимися в нюансах, и готовыми зерна отличить от плевел. Ну, Антон, наверное. Или подумаешь? Ну, здесь надо, как говорится, родителям, родители не воспитывают, родители показывают пример. То есть, и здесь в первую очередь нужно задавать себе вопросы. Опробуйте себя. Во-первых, задать себе вопросы, чего вы хотите от ребенка. То есть, чему бы он научился. Потому что, если ему говорить все время, что это можно, это нельзя, не отвечая на вопрос, зачем и почему, то это не работает. Это дрессировка. У меня еще собака есть, вот с ней это работает. И то не всегда. На самом деле, даже с собакой тоже дрессировка плохо. Да. А с ребенком так вообще не работает. Нужно понимать, почему, зачем. То есть, отвечать на два основных вопроса. Если вы хотите чему-то научить, вы должны это сами понимать, для себя решить. Я хочу, чтобы он решал математические задачки. Поэтому ему там тупые аркады не подходят. Или наоборот, я хочу, чтобы он реакцию натренировал. И тогда, пожалуйста, в какую-нибудь аркаду сиди, пальцами лупи, все будет здорово. Но, опять же, это кому-то может и нужно. Это первое. Второе, наверное, это у ребенка спрашивать, что он вообще хочет. Если вы понимаете, что он хочет что-то не того, там, типа, 14 часов рубиться в экран, как бы. Перебор. Да, явный перебор, как бы. Ну, здесь нужно разговаривать. Объяснять ему, ну, не объяснять ему, а именно разговаривать. То есть, почему, во-первых, понять. Это же явно какой-то компенсаторный фактор. Да, почему, почему он этого хочет. Давайте ему какие-то другие еще варианты. Да. Ну, хорошо, давай здесь ты два часа, как бы, а мы с тобой еще вот этим, например, позанимаемся. Или еще дополним чем-то еще. И ребенку, я думаю, ребенок, дети тоже не глупые. Совершенно не глупые, да. Они часто и взрослые. У меня и нас с вами. Да. Отрицательная обратная связь сработает рано или поздно. И сигнал будет правильный. Абсолютно верно. Вот. Ну, здесь самое главное, не уходи в дрессировку. Разговаривать с ребенком, и я думаю, вы всегда договоритесь. Блин, тебе надо в депутаты. Я каждый раз хочу аплодировать. Нет. И этот подход, вот, пару слов скажи, позволяет дойти, допустим, до, вот, какие там у тебя финансовые показатели. Слушай, ну, сейчас финансовые показатели, наверное, если бы Суммарно. Самый большой. По компаниям, которые я продал, я сейчас не буду говорить. Там все уже на миллиарды идет. По текущему бизнесу мы вышли там около 200 миллионов. Сейчас в год у нас оборот. Да. Это все про бизнес-образование, которое тоже заложено. Ну, барыга, барыга, получается. Я потом получил еще бизнес-образование. То есть, я изначально же айтишник, да, то есть, у меня как раз опять же онлайн игры, они потянули меня, не онлайн, даже просто игры, меня потянули в тему компьютеров, айти. Я с детства знаком с компьютером, с программированием. Мне это всегда было интересно. Мне было интересно, что можно заложить сложную программу, машина ее сделает. Но потом, как бы, когда я отучился, отработал уже в айти, я понял, что с людьми все так не работает. Вообще не работает. Сейчас я байк расскажу. Мне стало интересно, как с людьми, как с людьми, как людей-то программировать. Да, да, да. Не работает программирование здесь, здесь другие совершенно подходы, но, как бы, вот так я пришел, собственно, и в управление, и в бизнес, наверное. Тут маленькая байка, я просто не могу не рассказать. Значит, ты тоже знаешь, там у нас те, кто в нашей тусовке были, Валера, по-моему, Кузнецов, вот, он меня спрашивает, ну, как, как, Николай, дела? Я говорю, да, знаешь, представься, я играю в Старкрафт, ну, в любую стратегию, вот, и я бегу, значит, 12 гидролистов направил, значит, ну, воинов там, да, значит, собак направил, там, слева фланга, гидролистов справа фланга, и строил уже шахты, короче, экспанды, новые золотокачки, апгрейджи, короче, и, по идее, я должен был снести уже вот это, вот это, а потом по центру ультролистками задавить. И что, что ты думаешь, когда я ультролистками пошел, гидролистов вообще не нашел, где они, они где-то на песке отдыхают, значит, вторым воинам, которым я говорю, идите туда, они говорят, а почему мы должны идти туда, а почему не сюда, да, и он мне говорит, что, руководитель, руководитель бизнеса, типа бизнесменом заделался, на самом деле вот это вот ключевое, реально, вот программирование это такой нулевой кирпичик понимания потом психологем бизнеса, то есть любой бизнесмен, на самом деле, я уверен, что Антон тоже самое представляет себе, он психолог определенный, то есть каждому надо свой подход, то есть у тебя не работает вот так вот, такое, армейское как бы, вперед, назад, влево, вправо, ты говоришь вперед, назад, бам, эти уже забастовали, эти убежали, эти подсидели, эти конкурентом побежали, такой, что, как, блин, это должно работать, а ты должен, блин, сражаться в шахматы, да, в шахматы сидишь, играешь, у тебя все шахматы разбежались уже, и вот этот скилл, как бы это смешно не было, игры тоже тренируют, потому что там надо договариваться, вот про командное образование, это самое главное, вот Антон сказал, а я-то не сказал, что мы же играли 5 на 5, я же был, представьте себе, 18-летний самый молодой капитан в команде, то есть я прошел путь от, как это, юн, ну, как это, который драйвит полы, да, от самого младшего, юнги, который за всеми подносил все, прохавался, и в итоге я понял все эти, переосмыслил вещи, и сказал, я готов быть капитаном, но это не просто было, типа, что я капитан, а я что-то нес в себе такое, что я понял, допетрил, как бы до такой величины, что нам мешает в развитии, например, там, то, что мы ездили на какие-нибудь соревнования, и очень сильно гуляли перед соревнованиями, и наши все, условно, у нас там один мой товарищ, такой же, телосложение Забелин, там, Заба, да, наш снайпер был, помнишь, да, вот, он особенно любил гулять, и вот я первый, кто вот отменил, жестко сказал, что вот это прям под запретом, после, да хоть там оставайтесь на полгода, жесткий график тренировок, ботов, мы даже сами писали ботов для себя, ну, этих программных противников, не достойных, а просто, чтобы они тренировали по 8 часов, нам нужны, значит, спинной мозг, да, фактически, потому что успех, это такой суповой набор, нужно и командная работа, нужно и спинномозговые, как бы, ну, ты, если возьмешь пять человек, которые очень хорошо умеют все там объяснить тебе, как бы, но просто элементарно стрелять в голову не умеют, вряд ли ты чего-нибудь добьешься, и здесь опять же, есть следующая байка, что, с другой стороны, не надо оценивать команда образования, про команда образования очень просто, мы, была команда, мы, я выходец с команды, которую меня взяли как тим звезда изначально, само название уже как бы странно, да, то есть это были лучшие из мяса, то есть лучшие из общественных серверов, которые лучше всего стреляли, короче, лучшие игроки, меня взяли, я самый молодой был, как обычно, мы там стреляем, 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 приехали в какую-то Кемерово, по-моему, в Кемерово, приехали на какой-то задрипанный чемпионат, там, в подвале где-то, да, страшный, и мы смотрим там, кто у вас лучшая команда, а мы такие все на снобы, на пафосе, лучшая команда там, вот показывают, и они вплотную со снайперки вот так вот попасть не могут, а мы без прицела все стреляли, просто там такие, ха-ха, мы сейчас вас выиграем, в итоге мы с ними встречаемся, проигрываем, просто 5-0, ну или там, 4-0 по картам проиграют, а все, все суть в том, что они нам показали, что стрелять они не умеют, но они друг друга подсаживали, встречали нас, так сказать, мы выбегаем, а их два, два человека одновременно крест-накрест, или как-то нас встречают, и у них очень хорошая тактика, очень хорошая стратегия, очень хорошая слаженность, с тех пор я реально понял, что команда, команда все, вот, но при этом мы не забывали про личный скилл, да, но при этом команда, команда образования была самая важная, и когда я стал капитаном, мы реально выиграли второе место, я тут же забил, тут же понял, что дальше будет хуже, и как бы все, закончил на высокой ноте, но вот эта командность, она реально ведет сейчас, и Лига роботов успешно, и мы делаем успешные проекты, и создали федерацию спортивно-образовательной робототехники, провели вот этот чемпионат, прекрасный, реально у меня столько эмоций сейчас про него, вот, очень хорошо, именно благодаря тому, что мы понимаем, что такое команда, что такое судей, у нас там больше 100 судей было, у нас там 900 участников, там, да, 38 городов, ну это пойдите, проведите, да, как говорится, и это не просто там какие-нибудь танцы, ну, при всем уважении, это все роботы, это летающие, ездящие роботы, с искусственным интеллектом, там все очень сложно, там каждый, ну как бы, там просто вась-вась не сработает, как бы, вот, и в бизнесе точно так же, и вот если переходить к моим советам, что вот Антон абсолютно правильно сказал про договаривание, что с ребятиш, но я бы немножко вот такое, придал бы дурачковости, то есть, Антон весь такой системный, весь такой все хорошо, вот, но час игры маловато, я бы давал больше, и если честно, вот если честно, давайте так, по-честному, я вот полубуддист, никого к этому не взываю, но надо быть спокойнее, то есть, да получится из ваших детей нормальные люди, но не надо по этому поводу овер много, не знаю там, рефлексировать, значит, вот что-то задавать вопросы, не надо сильно много переживать, какое-то вот буддийское спокойствие, инь-янь, не знаю, вот это, все получится, даже если когда-то перегибают дети, они все равно дети, вот, я помню периоды, когда я убегал из дома, реально натурально, допустим, даже, я бы не убегал, да, но, вот это компенсаторный, как ты сказал, то есть, мне реально не хватало в эти моменты, очень сильно не хватало вот этот челлендж, но представьте себе, я договорился о кланваре, я поставил ставку на этот кланвар, играть там на два ящика смузи, сейчас уже, что надо говорить, два ящика лимонада, да, а мне родители, какие-то, какие-то родители не разрешают, ну, естественно, убежал, потому что я, мою танковость тогда заказывал, я, ну, пробивность, вот это мой альфовость, если угодно, и мы тогда затащили, вдарили, и все, у нас дух боевой там, все, я повел этих ребят дальше, то есть, вот это тоже не надо недооценивать, потому что, если вы реально вот, где-то в каком-то моменте, как это называется, задавите вот эту альфовость, допустим, или какую-то струю, которая сейчас прям бьет, да, может вырасти запросто, и вот это даже спор с родителями, он в какой-то момент, вот если вам, спорят с вами дети, то садитесь, и реально скажи, ну, давай переспорь, и так и вас могут переспорить, и вам надо реально принять это поражение, если вас переспорят, на аргументах по фактам, то есть, не надо думать, что вы родители, и вы всегда тупо правы, вот это самое страшное, потому что меня в фирме, все знают, как великого спорщика, я реально, я считаю, что вся истина в споре, вот надо всегда спорить, просто, вот ты проспорил, проспорил, потом такой пожал руки, ты думаешь, что сейчас стрелять, стрельба начнется, кстати, второе мое было в семерке, я не знаю, Антон, ты знал или нет, я был медиатором, то есть, разные, даже бандитские группировки, приходили, и мне говорили, одни говорят про вторых, они вот это на косячик, вот то-то, 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 я говорю, ну, надо, их надо просто закопать реально, вторые приходят, говорят, первых надо вот это, вот это на косяч. Первых надо закопать, а вот сижу и думаю, 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 все, знаете, как в математике, Все лишние сократились Первую причину попытаешься найти И потом собираешь и говоришь Реально, ребята, пожмите друг другу руки Потому что яйца выделили не стоит Вы реально в итоге Сагрились друг на друга просто потому что Этот косо посмотрел или высморкался И все, понимаете, представьте А дальше вот это наворотилось Это ты этому сказал, потому что просто из-за этого И дальше вот этот клубок безумия Он наворотился вот на это Не надо, давайте вот так вот И проще, вот эта функция быть проще Иногда повалять дурака с детьми Иногда пускай они поиграют даже 8 часов Я вам акромолу скажу Даже 8 часов в день пускай они поиграют Это нормально, но опять же говорю Периодами, ну если вы понимаете При условии достижения При условии, что вы с ними разговариваете Понимаете, то есть если они доказали вам Условно говоря, что вот надо Ну у них кланвары Они хотят чемпионат выиграть Вы что думаете по часу в день выиграть какой-то чемпионат Если они в какой-то момент придут к Антону Вот например скажут, ну девочка вряд ли При всем уважении, потому что Женский киберспорт вот на 3 головы У меня, я знаю о чем говорю У меня сестра, она чемпион мира по Counter-Strike Она Virtus.pro, капитан, если кто-то знает Такие бренды Вот и, ну я знаю просто Что я могу в любом моменте сейчас сесть И на их уровне как бы играть Хотя 20 лет спустя Вот, но хотя это не так, конечно Но в смысле они не такие простые Но просто у меня уровень реально высокий в этом смысле Вот, поэтому если когда-то придут, скажут, что вот хочу в киберспорт Тогда ко мне отправляйте А второй совет, очень простой Легаленд и Пак Николай, ко мне отправляйте Я знаю как с этими детьми делать И мы планируем ветку киберспорта реально открыть Со школами, с представительствами, то есть с игротеками тем самым Вот эта игротека реально Я уже третий раз, по-моему, повторяю Что это школа жизни вот такая довольно серьезная И, кстати, в игротеке я понял философию как бы То есть ко мне все, ну я же молодой Ко мне все на уши садились И каждый рассказывал Жить надо так, жить надо так, жить надо так И когда ты копишь 20 вариантов 20 вариантов, как надо жить, не надо выбирать Ты понимаешь, что все друг другу противоречит Что этот говорит, слушайте родители Этот не слушайтесь Этот, 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 это к этому же выпуску то же самое Говорит, и нас тоже не надо с Антоном слушать Но надо понимать, понимать, что за вот этими словами Где-то есть опыт, где-то есть истина И что если это накладывается на вашу какую-то стиль То в этом есть определенная правда А правда всегда где-то посерединке И даже мы с Антоном час заниматься Или как в моем случае, я же не сказал сколько Я даже боюсь теперь говорить Что у меня ребенок, ей от трех до пяти Где-то в среднем четыре, допустим Сейчас, и она уже с телефоном Со всем этим, но это тоже не очень хорошо Но тем не менее, вот я на пульсе Я на пульсе держу И никакой из нее игромания Знаете, вы просто были Вот через меня проходили все эти волны Когда в СМИ все обвиняли там Колумбайн происходит Это все игромания, это все игротека Значит еще что-нибудь происходит, плохо учатся Все эти компьютеры Да нет, ребята, обратите внимание Что у вас в семьях творится Это скорее всего надо взглянуть в себя А не винить во всех бедах Компьютерные игры А то много родителей сейчас реально Вот во всем виноваты ваши эти компьютерные игры Нет, это вы виноваты Это, ну и вы, и социум, конечно, в плюсе Но надо больше взор саму к себе Вот я такой оверол воспитатель Я никогда не только про детей не говорю Я очень часто У меня просто такое двойственное Как это за мной шлейф идет Что меня очень многие не любят в том числе Потому что я говорю вот такие неприятные вещи Что вам надо в зеркало посмотреться Прежде чем там критиковать какие-то игры Что реально посмотрите в зеркало Много ли вы им уделяете реально внимания Много ли вы с ними А, сейчас они перестанут играть И вы, конечно, бежите с ними в казаки-разбойники Тут же играть по два часа в день, да? Нет, что-то такого не происходит, наверное Поэтому давайте честно посмотрим на это тоже Что надо, как это, делаю время по тихий час И вам тоже надо в это включаться Ровно как и игры, ровно как и фильмы Вам тоже надо смотреть, какие фильмы смотрят Вы про фильмы тоже не знаете, что вы шумите Я знаю, чем дышат ваши дети Потому что я с ними играю в компьютерные игры И знаю, какие они выражения уже знают И в школах я вот так подслушиваю У меня второе кликуха, это ухо, да? Я вот подслушиваю и в школах о чем говорят И на соревнованиях, которые мы провели Я вот так вот подслушивал, о чем говорят ребятишки Они такие уже вещи знают, там, в 10-12 лет Поэтому... Мы недооцениваем своих детей Да, надо им просто давать правильное русло Куда свою энергетику тратить А иначе они сами найдут По подъездам разбегутся По подъездам цифровым Я вот сейчас уже по цифровым И найдут уже, как это, святое место пусто не бывает Дорогие друзья, чем бороться с увлечениями своих детей Легалент, легалент Пусть это будет компьютерный спорт, например Лучше оказаться с ними рядом Совместить занятия с учебой Постараться найти в них признаки Признаки успешных людей Таких, как вот сегодняшние наши гости-герои И помочь им пройти этот сложный путь От игры до своей компании До реального выигрыша До реальных настоящих денег И побед У нас сегодня выступали Антон Аксенов Основатель и генеральный директор компании BASIS Genomic Group И Николай Пак Лидер Международной школы Робототехники и программирования Лига роботов Мы находились в точке кипения НГТУ Все только начинается Оставайтесь с нами Спасибо Счастливо